Желает и сканчивается душа моя во дворы Господни. 83.2. Вот воистину вожделенное пребывалище. Здесь же мы как ссылки, и пребывание наше тут недолго. Да и весь нынешний век сравнительно с будущим, как день один. Что же нам дружиться с миром? Что дивиться настоящему? Что обращать взор, не говорю на ту или другую вещь, но на небо, земли и море, на солнце, луну и звезды, и на все другое видимое. Ибо что спустя немного оставим, к тому для чего напрасно прилипляться. Одного просил я, говорит святой Давид у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, зреть красоту Господней и посещать храм святые его, в который кто сподобился вступить, тот избавился от дня того тяжелого, о котором говорит некто из пророков. Для чего вам день Господень, ибо день сей тьма, а не свет? Амос 5, 18. Но и блаженный апостол назвал его днем гнева, сказав, собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия, который воздаст каждому по делам его, чтобы в примере каком от бывающего у нас представить, хотя несколько подобия мучительности дня того. Вспомним, если хотите, о муже, независимо перед этим заходившим сюда, который поражен, будучи демоном, душим был от него, живом и по всему телу, как вопиял он день и ночь, ни в чем не находя отрады и облегчения. Легко думать и такое мучение мужа этого? Конечно, нет. Но оно сон есть сравнительно с будущим. Как же стерпим мы это последнее, огонь неугасимый, червя неусыпающего и бесчисленное множество других вечных мук. Но по милости Твоей, Господи, молитвами святых Твоих и блаженного Отца нашего, буди нам избавиться от всех их и получить обетованное верующим благо. Боясь, как бы ни попасть в руки агарян, убежали мы с прежнего места и живем теперь здесь. Но сколь большие должны мы чувствовать страх, как бы ни попасть в руки врагов невидимых, и сколь потому дальше и в сколь безопаснейшее место должны мы бежать от них. В чем же состоит это убежание? В удалении от греха, которым как мечом дьявол всячески покушается убить душу. Будем же избегать его наитщательнейше, и при том даже до помыслов, ибо грех помыслами начинается. Потом от помыслов переходят слова, а от слов в дела. Трудно не быть уловляемым неуместными помыслами, и не заметишь, как это случится. Но как только заметим, что увлечены ими, поспешим поскорее избавиться от них молитвами, слезами, сердечными болезнованиями, страхом Божиим порождаемыми. Ибо если дадим им замедлить в нас, они могут причинить смерть в душе. И это каждое мгновение. Ибо в нас непрестанно идет война негласная, и поражения избежать мы иначе не можем, как неослабным и всегдашним противостоянием греху ума, помощи свыше. Не видим разве, какие в эти три дня волны бушевали в море. Таково же бывает и волнение страстей, только оно гораздо бедственнее, поскольку и кораблекрушение души пагубнее. Но волнение морского виновник Бог, который на пользу посылает на море ветры во время благопотребное. Волнение же душевного виновники мы сами. И лучше нам, как в пристани какой, пребывая в покое, не отворять дверей страстям. Ибо как только отворим, воззвеют, как ветры бурные, духи злобы. И в нас подымется великое волнение. И не спастись нам, если не поспешим утишить этот мятеж. Какая же нужда допускать нам себе приходить в такой мятеж, подвергаться такому волнению и страхе быть, как бы не потерпеть кораблекрушение. Не лучше ли наслаждаться миром и спокойной тишиной, не навлекая на себя произвольно-удобо обстоятельной беды? Не укоряем ли мы в неразумии тех, которые во время волнения морского выходят из пристани и подвергаются опасности быть потопленными от волн? Но несравненно более неразумными должны мы почитать себя, когда ввергаем себя в волнение страстей. Ибо не воздымает ли в нас страшного волнения похоть злая, вдохнувши в сердце наше? Не носит ли туда и сюда, будто совсем потопляя и на дно погружая? Не выводит ли таким же образом из себя ума зависть, уязвляя и сердце, и тело? Не омрачает ли та же души неверие, делая ее вялою, расслабленную? И каждая из прочих страстей не выходит ли человека, не выводит ли человека из естественного ему состояния, и не делает ли его неразумнейшим? Будем же избегать пагубных страстей, и чтобы иначе и о нас не сказалось то же, что сказал Бог о допотопных. Не имеет, Дух мой, пребывать в человеках сих вовек, потому что они плоть. Плоть уже назвал их Бог не потому, что они имели тело плотяное, ибо в этом смысле и Бог, слово стало плотью, но по причине плотского их мудрования, погрязшего в непотребных похотях, и не имеющего ни силы, ни расположения возноситься к Богу, мы же Богу себя посвятив по написанному наше жительство на небесах, да услышим более, эти не суть от мира, как и я не от мира. Может ли что быть блаженнее не только в отношении к будущему веку, но и к настоящему, как бы чужду непотребных похотей, и не плоти управляему быть, а духом Вадиму? Это блаженство, это сладость, это благо бытие, это ангельское жительство. Кто таков, тот, по видимости, живет, как и все в мире, по духу же есть достойнее и носящих диадиму, есть владыка мира, небесными украшенной отличиями, всегда готовый к исходу и смерти, не боящийся. Будем подвязаться и сделаться такими, и мы, сколько сил есть, ибо это возможно, если целого желаем. Соделавшись же такими, и здесь всю жизнь будем наслаждаться отрадным расположением духа, какие бы внешние прискорбности не пришлось нам встретить. И в будущем веке царствия небесное наследуем со всеми святыми. 327. Боясь осуждения, скрывшего талант свой в землю, которому сказал Господь, «Лукавый раб и ленивый, подобало тебе отдать серебро твое торжникам, и пришед, я взял бы мое с прибылью». Я по необходимости говорю краткие вам поучения. Вам же следует, как добрым торжникам, приводить говоримое в дело, что вы благодатью Божией делаете через доброе ваше послушание. Впрочем, есть между вами некоторые, которые не только данного не приумножают, но и своего чуть не погубляют. Кто же бы это такие? Это те, которые отказываются от послушания и в извинении того предлагают одно – прости. Что ты говоришь, брат? Даже до смерти обещал ты послушание, а теперь отказываешься от дела, которому способен по благодати Божией. Но что ты говоришь? Убоялся переплыть в море? Это от безверия. Там убоялся ты страха, где нет страха. Ибо если б ты верен был послушанию, то ты не только на судне поплыл бы через море, но, сбросив платье, ногой переплыл бы по воде, подражая преснопамятному тому послушнику, который на отеческом полагая заповедь не убоялся бурно переплыть реку, и переплывший оказался ничего не пострадавшим, к изумлению видевших. Послушание из зверей укращает, доказательством чего служит по повелению старца своего, связавший гиену. Послушание из мертвых чудодействует, что подтверждает Акакий, возгласивший из гроба. Но что говорит то и другое? Сам единородный Сын Божий был послушан даже до смерти и смерти крестной, совершил домостроительство спасения мира. Таковы дивные дела и плоды послушания. Желаешь ли теперь узнать пагубные следствия непослушания? Помяни об Адаме, который тем, что ослушался Бога, вкусив от запрещенного плода, ввел смерть в мир. Помяни о Сауле, который, ослушавшись святого Самуила, не только царство, но и жизнь потерял на горах Елвуйских. Помяни и об том человеке Божьем, который обманут, будучи лжепророком, впав в прислушание заповеди и зато преданно съедение льву. А Петр, блаженный апостол, по благоговению, отказавшись от умовения ему ног Господних, не услышал ли, что если не умою тебя, не имеешь счастья со мною? Даже у святого Ефимия, отказавшись от послушания, скотник по благословенным, как ему казалось, причинам, не тотчас ли наследовал демона? Таков суд над отказывающимся от даемого ему послушания. Над прикословящим прикословием его воздвижет всяк злой послушник. Господь же ангела немилостиво пошлет на него. Тритча 17.11 Обще сказать, мы многие есть одно тело во Христе, а по одному друг другу члены. Один занимает место глаза, другой ухо, тот носа, а этот языка, иной руки, а еще иной ноги. Если все члены не будут делать каждое свое дело, а начнут спорить, требуя глаз, слышать, ухо обонять, нос говорить, язык осязать, рука ходить, не расстроится ли и не изгибнет ли все тело? Если ж это так, то каждый свое послушание пусть исполняет, и какое прияло от Бога дарование, тем пусть служит на общую пользу, содержа в мысли, что участь наша в руке Божией. Не потому что плывет кто по морю, там ему и конец, и не потому что иной остается на суше, там ему смерть. Но как благой наш Бог от сложения мира определил каждому время место и образ смерти, так наступит и конец каждого. Это изложил я не столько для тех, о которых речь, ибо я уже принял их покорности ради, но для всех слышащих, да внемлем себе тщательно. И какие перед Божьими избранными Его ангелами дали обеты, будем исполнять деятельно, не уклоняясь, если повеленное представляет некую и смертную опасность. Так заповедуют отцы и прежде всех великий Василий. Так живя не подпадем смерти греховной, но правду и поживем в царстве, и небесно восподобимся. 328. Занемог я немного в настоящее время, подвиглось сердце мое, и мне казалось, что я отойду от вас. Сколько же еще времени придется пожить мне смиренному? Видите, что уже старость моя подошла, и сверстники мои отошли, и по порядку мне предстоит конец. Что же, печалится ли об этом? Да не будет. Пусть печалятся, если хотят, живущие по плоти, разлучаясь с женами, с детьми, с слугами, имуществом и всеми усладами жизни этой, которыми и пленяются. Для нас же, каким мир распялся, и коих обстоит один крест, силу отречения от мира и обречения себя на послушание, не печальным нечем, но родостворным должно быть таинство успения. И что, говорю я, для нас и для всех христиан обязательно с радостью относиться к исходу своему. Прежде пришествия во плоти Господа нашего Иисуса Христа смерть через преступление Адама в царстве над родом нашим страшна была и пренеприятна даже святым. После же того, как Христос жизнь всех за всех вкусил в смерть, открыл и обновил нам путь живой и новой завесы этой с плоти своей, как написано, пожрана была смерть победою. Умирая, мы не низводимся уже в царство ада, но возводимся в царство небесное, и не бываем полагаемы в темных и теней смертной, но восходим в свет неприступный и в жизни предстающую, которую обетовал Бог любящим его. И так, представление само по себе не таково теперь, чтобы его бегать надлежало, но таково, что его любезно лабызать следует, конечно, тогда, когда мы приготовлены к тому, в уготовании сердца. Ибо без этого и теперь страшно, если во время исхода придется воззывать протекшие годы и взыскивать дни жизни для стяжания добрых дел. Страшно это и всебедственно, потому что захваченный в таком состоянии возметется сердцем и крайне возбедствует, переходя не к наградам за добрые подвиги, а к возмездию за грехи. О, какое страшное встретит он зрелище! Чтобы не пострадать того же и нам, напоминаю и прошу, будем держать себя всегда готовыми к блаженному исходу, всякий день почитая последним днем жизни нашей, как учит нас и святой Антоний. Ибо если положим так действовать, то никогда не будем распущены, нерадивы, ленивы, праздны, прикословны, непокоривы, необузданы, смехотворны, а напротив будем благопокорливы, сдержаны, сокрушены, благонастроены, кротки, мирны, искренни, непреткновенные, на всякое благое дело готовые по подражанию святым, которые так поживши сподобились получить неизреченные в обетованиях небесные блага. Все это изложил я не вас только, но и себя стараясь утвердить в добре, что, упроведши жизнь в таком приготовлении себя к исходу, во время исхода обрестись нам не страхом и трепетом возмущаемыми, но в радости взывать с Давидом, возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя, и благоугожду перед Господом в стране живых. «Что улучить, буди, всем нам?» 329. «Поучительное слово скорбеть заставляет скудных добродетелью, и вместе научает врачевать немощи свои, ибо эта самая печаль о недостатке добродетелей незаметно располагает душу пищись о самоисправлении. Печаль по Богу, как говорит апостол, покаяние ко спасению соделывает». Но посмотрим, в чем состоит то, что печалит нас. В том ли, что восстают на нас помыслы непотребные и, подобно враждебному войску, осаждают душу нашу? Но написано, если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня брань, на него я уповаю. Или в том, что тяжело иго послушание? Но опять написано, благо есть мужу, когда возьмет ерем в юности своей. И еще иго мое благо и бремя мое легкое. Или в том, что эта жизнь подвигом послушания не позволяет иметь ничего собственного. Но вот слово апостольское. «Мы оставили все, и вслед тебя пошли. Что же нам будет? И им дано обетование, сколько страшное, столько же и преславное. И мы, разве подобно им не оставили всего и не пошли вслед Господа? Не оставил ли тот родителей, и этот братьев, и сестер? Один жены и детей, другой домов и полей. И все того, что больше всего, своей воли и своих пожеланий, что есть в человеках дело самое трудное для исполнения. Ибо назови мне пост усиленный, или бдение, или спание на голой земле, или отсутствие бани, или пустынность места, или другое, что из наших божественных родений. Все это бывает и по собственной воле делающего. Бывающее же по собственной воле, хотя само по себе и тяжело. Но при своем желании легко исполняется, делаемое же со стечением своей воли, хотя и легко само по себе, с большим трудом совершается. Каковое действование святые отцы назвали крови-излиянием. И оно никому другому не свойственно, кроме того, кто есть воистину послушник, и может с апостолом говорить, «Уже живу не я, но живет во мне Христос». Ибо поскольку он не своей волей живет, поскольку через посредство воли игумена живет Богу, и подражателем является тому, кто сказал, «Сошел с небес, да не свою волю творить, но волю пославшего меня Отца». Видели высоту нашего жительства? Не христоподражательное ли оно? Не апостольское ли? Или я льстя вам говорю так? Нет. Сама истина свидетельствует о неложности моего слова. Если люди не сплетают похвал кончающимся в этом образе жизни, через это нисколько не умаляется слава их, потому что не как человек смотрит, так и Бог, но иной суд Божий, иной человеческий. И сколько незнатных для кажущихся знатными в мире всем в день воздаяния окажутся славнейшими всех, как написано, многие будут первые последними и последние первыми. «Итак, радуйтесь и трепещите». То ради дара Божия, а это ради превратности ума, потому что не всегда пребываем мы одинаковыми. Почему доразумеваем друг друга до поощрения любви и добрых дел, не тяготясь отсечением воли своей, о чем все слово, и не разлениваясь в исполнении послушаний, но более воодушевляясь рвением друг друга, поддерживая друг друга тяготы носящие, как братья, как единодушные, как телесники. Так, подвязаясь изо дня в день и так совершая течение свое, вы, как добрые ведают, несомненно, получите неувидаемый венец славы. 330. «Хотя немощен я словом, как и делом, но нуждам не надлежит утешать вас и возбуждать духовно, сколько сил есть. Ибо если бьющийся на войне с врагами имеет нужду в поощрении со стороны соратников, не тем ли паче вы, ведущий войну с невидимыми врагами, имеете нужду быть намащиваемыми увещательными словами и благонастрояемыми в духе, так как у вас брань не на один день, а на всю жизнь, и при том, если одержите победу, вам неизреченный венец сне тления, а если побеждены будете, вечная тягота посрамления безмерного. Но не буди нам пострадать сие и посрамиться в уповании своем. Напротив, не усомнимся, что с Божьей помощью одержим победу над дьяволом постоянным вниманием себе и непрерывным противоборством врагу. Известно вам, что и обыкновенные воины, когда вступают в схватку, бывают в крайнем возбуждении, изменяются в лице и кажутся совсем иными, чем прежде. И в час тот не вспоминается уже ими, ни жена, ни дети, ни родители, ни братья, и совершенно никто. Но и ум их, и сердце, как и тело, все устремляется к борьбе. Таким же образом и мы по внутреннему человеку должны быть настроены, немало не страшась противников, но порываясь на них рвением и горя духом, как добрые воины Христовы. Враги наши, когда видят нас такими, отстраняются, не смея делать нападения. Когда же видят, что в нас умаляется мужество и ослабляется напряжение силы внимания, тогда натягивает луки свои и изранивает душу стрелами, то есть неуместными помыслами. Но нам и в таком случае не следует отчаивать, а скорее осознав оплошность, покаясь и опять напрягши силы вступить в барение неусыпное. Так всегда. Но ныне иная еретическая брань разлита по всей вселенной. Если хотите, поднимите очи ума вашего и увидите всю поднебесную, напомненную ранеными на этой брани. Ибо не только неверных еретиков, не только блудников и прелюбодеев и других, творящих подобное непотребство, забирает под власть свою с ней, но и тех, которые безразлично относятся ко всем таким и вступают в общение с ними. Так как верно слово, что касающийся смолея черница и приобщающийся гордому, то, чем ему будет. Сирахов 13.1 По этой причине, хотя меня укоряют за то, я запретил православному поминать на священных поминовениях и на божественной литургии некоего притворявшегося православным и не перестававшего иметь общение с еретиками и еретичеством. Ибо если бы он, хотя в час смерти исповел грех свой, приобщился святых тайн, то православному можно было бы делать за него приношение. Но как он отошел в общение с ересью, то как можно вчинить такое в православное общение? Святой апостол говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли общение крови Христовой, хлеб же, который преломляем, не есть ли общение тела Христова. Ибо один хлеб и одно тело мы многие. Все бы от единого хлеба причащаемся. Судя по этому, приобщение еретического хлеба и чаши делает приобщающегося принадлежащим противной православным части. И из всех таких причастников составляет одно тело чуждое Христа. Какое причастие правды к беззаконию или какое общение света со тьмою? Или какая часть верного с неверным? Или какое сложение церкви Божией с идолами? Как в другом месте взывает тот же апостол. Но о таковых плакать подобает. А тех же из них, которые остались еще в живых, молиться до дана им будет и сорвнуться из сетей дьявола. А себе же благодарить, как избрал нас Бог во спасение, во святыне духа и веры и истины, чтобы поработать Ему в православной вере до настоящего исповедничества, за которое, если совершим его непорочно и безукоризненно, да сподобит он нас небесного царствия своего. 331. Для иных дел иные определяются времена. Иное время для сеяния, иное для жатвы. Иное время для мира, и иное для войны. Иное для торга, и иное для бесторжия. Для содевания же спасения душевного всякое время удобно, и всякий день благоприятен, если хотим. Будем же приснодвижны на добро, благонастроены, юношеского исполнены рвения, приведения сделок глаголов Божиих. Не слышите ли, законы оправданы перед Богом, но творцы закона оправдаются. И так, брань ли невидимая предстоит воевать надлежит благодушно и прогонять с Божьей помощью восстающие на нас демонские помыслы, чтобы, замедлив в нас, не причинили они нам смерти душевной. И лежатва духовная настоит, жать надо усердно, чтобы собрать житницы духовные достаточное кошта для вечной жизни, чтобы не умирать там вечно от голода. Всегда есть время молитвы, время слез, время очищения падений, время восхищения Царствия Небесного. Что же раздумываем? Что медлим? Что отлагаем день от дня дела своего исправления? Не проходит ли образ мира сего? Не бесчислены ли отходящие от нас каждодневно? Гробы непрестанно отверзаемы, не торжествуют ли победы над нашим бедным естеством? И то же ли делает и земля, приемля сродные ей тела наши? А мы разве остаемся здесь до конца? Разве не видим, сколько из нашего брата отошло уже? Где блаженные отцы наши? Где братья духовные и плотские? Где друзья наши и товарищи по трудам, рукоделиям и псалмопению? И как забывчивым их? Когда настанет смерть какого брата или отца, тотчас приходим мы в чувство, сокрушаемся и даем обет и ходить прочее право. Но когда пройдет немного после того времени, забываем и о сокрушении, и о своих добрых намерениях. Но не так поступали святые Божии. Всю жизнь помышляли они о смерти, каждодневно умирали, каждодневно распинались миру, каждодневно отходили произволением к Богу. И теперь живут там блаженную и невечеряющую жизнью. И не страшит вас пример десяти дев. Все жених грядет, И сходите в встретение. Мудрые встретили его и вошли с ним на брак. А юродивые за недостатком добрых дел опоздали. И когда вас звали, Господи, Господи, отвори нам, то услышали в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Так и остались вне. К этому прибавил Господь. И так бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа того. И так бдеть надо, надо пробуждать душу от сна. И трезвиться, сокрушаться, блюсти себя непорочными и чистыми, и ходить во свете, чтобы внезапно не постигла нас смерть, и не затворила перед нами дверей милости. И не будет отверзающего или помогающего. Почему поспешим приготовить к исходу дела, угодные Богу? Ленивый, восстань на деланье. Непослушный, начни слушаться. Высищайся, смирись. Жестокосердый, умягчись. Нераскаянный, сокрушись. Неисповедующийся, начни исповедать. Праздный, начни трудиться. Все все исправьте и возьмитесь за добрые дела. Прибавлю еще одно. Женолюбивый, остепенись. Не соводворяйся часто с женами, не бывай с ними подолгу, потому что от этого возгорается огонь греха, как слышим в Писании, который говорит, может ли кто взять огонь за пазуху, чтобы не прогорело платье, или ходить кто будет, может ли по углям босыми ногами, и не обжечь их, так и вошедший к жене замужней. Притча 6.27 Но и дело есть замужняя жена, если она поступила в монашество, равно как давшая монашеские обеты, которых жених есть Господь славы. Это говорю я к тем, которые разбрелись туда и сюда и живут самопроизвольно, придумывая извинения грехам своим. И не помня, что Господь и око соблазняюще повелел изымать. А не только другое что. К вам же вот что имею я сказать. Должны мы сильные сносить немощи бессильных и представлять образец заброделания для неблагоустроенных. Вы уже таковы благодатью Христовую, но еще и еще пребудьте таковыми. И спасетесь Господи нашему Иисусе Христе. 332 Дадим славу Богу, что сподобились благую часть избрать и как бы присидеть у ног Иисуса и слушать Слово Его. Другие пекутся и молдят о многом, то есть о жене и детях, о стяжаниях и деньгах. А у нас одно попечение, как угодить Господу. Иные воинствуют земному кесарю и кесаревым повелением, всячески до пролития крови принуждается раболепствовать. У нас же произвольное воинствование, в коем со всей свободой исполняем мы заповеди всесаря Христа в надежде получения Царства Небесного Нескончаемого. Иные предпринимают долгие и трудные путешествия для стяжания ничтожных и непрочных, а нам предлежит то днем, то ночью притекать лишь в Храм Божий, чтобы возносить там хвалы величию Божию и через то приобретать не золото гибнущее, на духовное сокровище некродомое и вечное. Хотя встречаем мы иногда что-нибудь печальное и утеснительное по внешнему ли положению или по внутреннему состоянию, но, как это случается за Слово Божие и нашу надежду, то удобно переносится нами, умеющими радоваться в скорбях и не тесно себя чувствовать в теснотах. Такова наша жизнь, что самые мы печальностями своими привлекаем к себе имеющих ум, кто не любит родителей и не расположен к ним, но из любви к Богу оставляя их, сюда притекают сыны человеческие. Что тесно союзнее супружества, когда по слову Господа в нем двое бывает плоть едина, но и таких евангельский меч рассекший сюда присылает. Здесь властелин отлагает свое властительство. Богатый в ничто вменяет богатство, бедный забывает о своей бедности, сирота перестает быть сиротою.